В повестке дня прошедшего совещания народной экспертизы первым вопросом была обозначена тема реализации 185-го федерального закона о фонде содействия реформированию ЖКХ, поскольку он главным образом направлен на ликвидацию аварийного жилья и капитальный ремонт многоэтажных домов. В ведущий совещание заместитель главы района по вопросам ЖКХ Валерий Ягненков прежде всего отметил, что Углич входит в число всего трех городов области, уровень развития ЖКХ которых соответствует условиям 185-го закона, и поэтому они имеют право на привлечение средств фонда содействия реформированию ЖКХ, на реализацию программ по ликвидации аварийного жилья и по капитальному ремонту многоэтажных домов. Администрация Угличского муниципального района, основываясь на предложениях народных экспертов, разработала соответствующие программы на текущий год, но согласно последним требованиям 185-го закона, в них были внесены некоторые изменения. Обновленные планы опубликовала Угличская газета, и тем не менее Валерий Ягненков проинформировал народных экспертов о причинах этих корректив. Первоначально мы считали, что лучше включить как можно больше объектов и растянуть реализацию этих мероприятий на все четыре года. То есть поясню проще говоря, в 2008 году намеревались сделать, допустим, крышу, в 2009 году сделать систему отопления, в 2010 году систему холодного водоснабжения, ну так условно, значит, и на 2011 год что-то еще отдельно перенесли. В марте месяц было совещание в Ярославле с участием руководителя департамента Министерства эконом-развития, одним из соавторов этого закона, где четко однозначно сказали, нет, так нельзя. Один дом может участвовать в программе только один раз. То есть один дом капитально отремонтировали и больше к нему не возвращаемся. Делаем сразу все и кровлю, и систему отопления, и систему водоснабжения. То есть все необходимые виды ремонта, но делаем за один раз и больше к этому дому не возвращаемся. То есть вот это вот основная причина, которая вынудила нас, в общем-то, сократить перечень объектов, подлежащих ремонту в 2008 году. При этом поводов для беспокойства у угричан нет. Кроме того, что у нас сформирован резерв в объеме 10% от суммы, планируемой на 2008 год, какая-то корректировка и рокировка в принципе возможна. Не стоит волноваться, заверил заместитель главы района по ЖКХ, и по поводу обязательного финансового участия жильцов в капитальном ремонте многоквартирных домов, доля которого, согласно 185-му закону, должна составлять не менее 5%. Поскольку у нас есть порядок субсидирования оплаты жилищно-коммунальных услуг, то будет определен и порядок субсидирования вот этой 5% доли. То есть тоже волноваться не надо. Будет создан в обязательном порядке какой-то благоприятный режим для наших жителей с низкими доходами. Относительно прозвучавшей информации у народных экспертов вопросов не возникло. Многих участников совещания интересовала судьба конкретных домов. В этой связи Валерий Ягненков отметил. Заявку можно подавать сколько угодно раз. То есть я бы хотел тоже в том числе попросить у вас активизировать работу по выбору способа управления управляющей компанией, по созданию ТСЖ. То есть хочу особо подчеркнуть, что сегодня только три города претендуют в области на получение средств фонда. Поэтому пока что дверь для получения средств открыта. И чем мы будем активнее работать, тем мы быстрее и тем больше получим средств. Вторым вопросом в повестке дня совещания народной экспертизы были отчеты обслуживающих организаций. Представители муниципального предприятия Жилсервис и ЗАО Ремжилсервис отчитывались о выполнении заданий по обращениям граждан центрального и северного районов города. Большая часть поручений выполнена. Часть по тем или иным причинам оставлена на контроле. По отдельным проблемам были приняты дополнительные решения. В частности, в отношении дома номер 47 по улице Ленина ранее шла речь о поддерживающем ремонте подъезда и крыши. Однако специалисты Жилсервиса пришли к выводу, что там требуется капитальный ремонт, поскольку временные меры уже принимались неоднократно. Но на совещании народной экспертизы выяснилось, дом 47 по улице Ленина включен в реестр ветхого и аварийного жилья и в перспективу подлежит расселению. Поэтому представители районной администрации настояли, не капитальный, но поддерживающий ремонт там все-таки сделать надо. И определили срок до середины мая. И, наконец, на совещании народной экспертизы 17 апреля был поднят самый острый вопрос сегодняшнего дня. Нынешней весной в городе и районе как никогда катастрофическая ситуация с мусором, уборка которого в настоящее время является полномочием администрации поселений. Обозначив проблему, Валерий Ягненков отметил, что ее решение – дело общее, и на уровне района уже намечаются определенные мероприятия. В ближайшее время какие-то серьезные мероприятия в целом по району будут разработаны. Конкретно хочу сказать, что мы готовим на уровне муниципальной программы эти мероприятия. Значит, мероприятия будут подкреплены реальными поручениями, реальным финансированием. Но с мусором, наверное, что-то нужно на самом деле делать. Я прошу всех глав поселений, всех народных экспертов проникнуться ответственностью к этой проблеме. Проблема действительно зашла слишком далеко. Поэтому большая просьба ко всем. Давайте подумаем. Мы в ближайшее время проведем отдельное мероприятие по проблеме мусора в городе, по проблеме мусора в селе, по проблеме мусора вдоль дорог. Завалено все. Поля, лес, дороги. Думаю, через неделю, через два к этой проблеме отдельно вернемся. Какие-то мероприятия будут наработаны уже в плане формирования программы или проекта программы. Мы дополним теми предложениями, которые готовы подготовить вы. И отдельно посвятим заседание народной экспертизы. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова